Добро пожаловать на шоу Такера Карлсона. У нас для вас есть новости, срочные новости, которые по каким-то причинам недооценили или проигнорировали другие каналы, но мы считаем, что вы должны об этом знать. Это можно описать в трех простых словах. Никакого русского заговора. Нет никаких доказательств того, что Трамп во время своей избирательной кампании вступил в сговор с правительством Владимира Путина. Точка. К этому очевидному заключению пришла двухпартийная комиссия Сената по разведке. Эта комиссия потратила два года на разбирательство по этому вопросу, сотни интервью, кипы засекреченных документов, потрачены миллионы долларов налогоплательщиков. Никакого заговора. Это то, что они нашли, и мы услышали об этом сегодня. Если вы следили за этой историей, а вы, конечно же, следили, вы наверняка не удивились. Никакого русского заговора. Это все равно, что сказать, что человек на самом деле приземлился на Луну, или что ужасный снежный человек на самом деле оказался длинношерстным горным козлом. Вы и так об этом знали, потому что вы не идиот. Сравните свой ментальный IQ с теми представителями, кто здесь в Вашингтоне. И если все же вдруг вы почувствуете себя глупым, посмотрите вот на это. Я думаю, у нас имеется достаточно очевидных доказательств заговора. Трампа окружает кремлевский клан, и мы еще много чего узнаем об этом. Я верю, что сговор был. Это все большее и большее походит на заговор. Мы имеем неопровержимое доказательство того, что избирательный штаб или семья Трампа предполагали войти в сговор, возможно, с Россией. Ммм, пахнет сговором. Полно доказательств сговора. Неопровержимые доказательства сговора. А в итоге все фейк. И они знали это. Они знали, что это неправда. Они лгали с самого начала. И только их необычайная агрессия, готовность сказать что угодно, независимо от того, насколько возмутительно, клеветнически это может прозвучать, не давало всем нам понять, что происходит. Если председатель комиссии по разведке готов назвать человека предателем этой страны, то в этом должна быть хоть какая-то доля правды, не так ли? Вообще-то нет, не так. Это было обманом с самого начала. Адам Шиф — бессовестный шарлатан. Это реальный урок. И не ожидайте, что такие как Шиф будут извиняться или поменяют свое мнение, или помогут тем, жизни которых они разрушили. Картер Пейдж до сих пор не может найти работу. Роджер Стоун до сих пор находится под угрозой пожизненного заключения. Тем временем команда Шифа продолжает выступать на других каналах, как будто ничего не произошло. Вот Малком Нэнс на MSNBC объясняет результаты проверки Сенатской комиссии. Два года разбирательств ничего не значат. Люди виновны, потому что мы так считаем, и они должны быть наказаны. Позвольте мне сказать одну вещь. Когда Бенедикт Арнольд выдал Вестпоинт план о Майджор Андрео, и они поймали Майджор Андрео, у них не было никакой реальной информации, связывающей эти планы с Бенедикт Арнольд, кроме как того, что он находился в его присутствии в какой-то момент в тот день. Но все знали, что это была измена, когда его поймали и его повесили. Настанет момент, когда будут устранены пробелы в данных, и это будет неопровержимо. Ни у кого не было доказательств, но они знали, что это была измена, когда они поймали его и повесили. Этим все сказано. Давайте повторим еще раз, медленно, чтобы можно было записать эти слова и повесить у себя на холодильнике, как памятку об этой ужасающей массовой истерии. Цитирую, все они знали, что это была измена, когда этого человека поймали, и они повесили его. Это наша страна сегодня. Это то, что безумие насчет России сделало с нами. Настоящее прекращение работы правительства уже длится 2,5 года. Это 1% от длительности существования этой страны. У нас не происходит никакой осмысленной политической дискуссии. Вместо этого у нас расследование. Никто не рассуждает трезво, все напуганы. Базовые проблемы страны никому не интересны, ни политикам, ни телеведущим, которые их комментируют. Статистика самоубийств самая высокая за последние 50 лет. Вы знали об этом? Мы переживаем наихудшую эпидемию наркомании за всю историю страны, включая и ту, что была после гражданской войны, и эпидемией героина 70-х и 80-х. Это во много раз хуже. Это причина того, что продолжительность жизни во многих регионах страны падает. Это становится похожим на Россию времен Бориса Ельцина, но никто в Вашингтоне этого не замечает. Все, о чем Адам Шиф и остальные ненормальные придурки переживают, это Владимир Путин, сговор, взлом нашей демократии. Этот бездумный слоган они повторяли так долго, что наконец поверили этому. Мы потратили два года, поддерживая это мошенничество, и это продолжается до сих пор. Это беспрецедентная халатность. Это ничего общего не имеет с Трампом. Это о том, как управлять этой страной. Они этим не занимаются. Историки будут оглядываться на этот эпизод с изумлением и печалью. Кто назначил руководить этих чокнутых и позволил им все разрушать? Почему никто в СМИ не скажет об этом? Пусть они участвуют в этом спектакле. Что происходит с Америкой? История осудит нас за это. Внуки Адама будут стыдиться того, что он делал. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok